В период большой славы СССР сельское хозяйство процветало. Очень много средств тратилось на расширение потенциала сельскохозяйственной отрасли, но вместе с тем страна получала огромный объем продовольствия, который шел на прилавки магазинов. Отсутствовала необходимость завозить импортные продукты. Сейчас мы наблюдаем, как продукты зарубежного производства продаются с наших прилавков. Но тогда такого не было. Конечно, большой объем продовольствия с полей помогла выращивать советская техника, а именно тракторы. Все мы видели тракторы и знаем, как они выглядят. Они могут быть на колесах, либо на гусеницах, могут быть предназначены для конкретной сферы, например, строительства, промышленности или быть вовсе универсальными. В этом выпуске речь пойдет о тракторе Т-150. Он сходил с конвейера Харьковского тракторного завода с 1974 года. Этот трактор на гусеничном ходу также имеет в своей линейке и колесную версию, тяговый класс к которому принадлежит данный трактор 3. Данная машина обладает стандартной компоновкой, когда двигатель находится спереди, а кабина сзади. Сердце трактора – это мотор с турбонаддувом, который выдает 150 лошадиных сил. В помощь основному мотору есть и пусковой, который помогает набрать обороты основному. Работа трансмиссии подразделяется на несколько диапазонов, где каждый диапазон отвечает за свою работу. Внутри каждого диапазона имеется по 4 скорости. Всю работу электрики обеспечивает напряжение в 12 вольт. В общей сложности машина весит 8 тонн. Задняя часть трактора предусматривает установку различного навесного оборудования. Трактор Т-150 считается универсальным и может применяться в различных сферах. Если вы работали на данном тракторе, расскажите о своих впечатлениях.